Пациент-бедолага тратит время и деньги, проходит кучу обследований, которые ему кто-то назначил или он сам их себе назначил, приходит к врачу, оказывается, что это все не то, что нужно для постановки диагноза. Привет, меня зовут Азамат, я как лор-врач и онколог помогу вам избежать этих ошибок, если дело касается диагностики опухоли горла, а именно опухоли гортани, глотки и пищевода. Первое и самое правильное это осмотр лор-врача. При помощи просто глаза и нехитрых приспособлений лор-врач сможет осмотреть полость рта, гортань, глотку, связки и этого вполне достаточно иногда для того, чтобы поставить диагноз. Я знаю, что меня смотрят и врачи, если вам, как и мне, в работе нужен дополнительный налобный свет, то я рекомендую присмотреться вот к этому прибору. Я уже давно им пользуюсь и при своей довольно-таки демократичной цене он зарекомендовал себя с хорошей стороны и не уступает более дорогим аналогам. У него есть три режима яркости, в комплекте идет зарядное устройство и два аккумулятора, которые можно быстро заменить даже в процессе работы. Одного заряда хватает от двух с половиной до десяти часов непрерывной работы в зависимости от выбранного режима яркости. Характеристики света очень хорошие, при покупке вы можете выбрать нейтральный белый или более теплый свет. Максимальная яркость света 30 тысяч люкс. И очень хорошо, что свет лишен шима. Шим это невидимое глазу мерцание, которое при долгой работе может вызывать усталость, глаз и даже головную боль. Также вы можете регулировать диаметр светового пучка. Сам налобник собран отлично, ничего не люфтит, он такой плотный, крепкий. Здесь имеется три вставки из натуральной кожи, устойчивый к нагрузкам микрофон и кабель. В общем, отличный налобник, ссылку на магазин я оставлю в описании. Но если зона поражения располагается глубоко и необозрима для простого глаза, то на помощь приходит эндоскопия. Говоря простым языком, это осмотр глубоких отделов, в данном случае горла, при помощи гибкой камеры. К ним относится фиброларингоскопия. При помощи фиброларингоскопа можно осмотреть глотку, гортань, начало трахеи. Фиброларингоскоп чаще проводят через полость носа и заодно можно посмотреть глубокие отделы полости носа. Но ни в коем случае не полость пазух. Запомните, что при эндоскопии носа осмотреть пазухи невозможно. Как я уже сказал, при фиброларингоскопии хорошо видна глотка, гортань, голосовая щель, голосовые связки и даже начальный отдел трахеи. Если при осмотре врач увидит какой-то подозрительный участок или опухоль, то он сразу может взять биопсию для гистологического анализа. Еще один вид эндоскопии это ФГДС, эзофагогастродуоденоскопия. То есть это осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Также ФГДС может показать нам, нет ли у пациента гастроэзофагиального рефлюкса. Это состояние, которое может приводить к боли в горле и чувству кома в горле. И об этом состоянии подробно рассказал в своем видео про кома в горле. Есть еще также бронхоскопия. Это осмотр внутренней поверхности трахеи и бронхов. Но запомните, что любой вид эндоскопии показывает наличие опухоли в просвете лорорганов, то есть изнутри. УЗИ мягких тканей шеи. Это исследование мы назначаем, когда есть подозрение на наличие опухоли в мягких тканях шеи или когда мы знаем, что есть опухоль для того, чтобы определиться, какого она происхождения. Также УЗИ мягких тканей шеи показывает состояние лимфоузлов шеи. Если мы знаем, что на шее или в полости рта или на голове есть какая-то злокачественная опухоль, чтобы определить вовлечение лимфатической системы в этот злокачественный процесс, мы также назначаем УЗИ лимфоузлов шеи. При УЗИ лимфоузлов шеи можно определить, нет ли метастазов в эти лимфоузлы шеи. Также УЗИ помогает произвести пункционную биопсию, когда опухоль небольших размеров или она расположена глубоко. КТ и МРТ. КТ с контрастированием мы назначаем, когда нет возможности или есть противопоказания к выполнению МРТ. КТ с контрастом и МРТ хорошо показывает наличие опухоли лорорганов и мягких тканей шеи. Также КТ и МРТ покажет состояние лимфатической системы шеи. Вообще про КТ и МРТ я подробно и в доступной форме рассказываю в своем отдельном видео. И прежде чем рассказать о последнем очень важном исследовании в этом видео, я напоминаю, что вы можете написать свои вопросы в комментариях и я по возможности всем отвечу. Пятое очень важное исследование это биопсия. Если врач обнаружил опухоль и она явно не принадлежит к доброкачественным опухолям или тем более есть подозрение на злокачественный процесс, то надо делать биопсию. Более простой и менее точный метод это пункционная биопсия. То есть, когда мы производим тонкой иглой прокол опухоли, берем небольшое количество материала, размазываем по стеклам и отправляем стекла в цитологическую лабораторию. Там врач-цитолог смотрит под микроскопом и находит, если есть такие, клетки атипичные, характерные для злокачественного процесса. Другой более точный, но чуть более сложный метод это гистологический анализ. Для него уже нужен кусочек опухоли. Для этого врач специальным инструментом отщипывает кусок опухоли или иссякает кусочек опухоли. Если дело касается лимфоузла, то производится небольшая операция по извлечению этого лимфоузла. Из этого фрагмента опухоли или лимфоузла в гистологической лаборатории делают специальный препарат по типу нарезки. И врач-гистолог тоже под микроскопом смотрит эти ткани, и определяет характер опухоли. Есть еще один более точный и сложный метод гистологического анализа. Это иммуногистохимический анализ, но он более дорогой. Я желаю, чтобы в вашей жизни вам не пришлось прибегать к знаниям, полученным из этого видео. Не болейте! Всем пока!